Всем привет! Редкат привет! Как вы наверное уже могли догадаться, сегодня у нас рубрика Быстрый тюнинг! Рубрика Быстрый тюнинг И мы начинаем! Поехали! Этот автомобиль был очень популярен в Советском Союзе Он также популярен и сейчас Он очень популярен по сей день Его можно встретить практически в каждом дворе И конечно же я говорю вам про... Ниву! Про Ниву! Нива! Это один из самых популярных автомобилей в России Ну и можно сказать даже в СНГ Да? Да! Нива выпускается уже... 41 год! Уже 41 год! В 1977 году ее поставили на конвейер И на ВАЗе начали выпускать Ниву Это была новая модель Она сразу же стала безумно популярной И пользовалась спросом как у жителей городов Так и у жителей деревень и сел Правда достать и позволить ее себе могли конечно же далеко не все А сейчас мы узнаем Можно ли Ниву затюнинговать? Попробуем затюнинговать нашу Ниву Да! Этот дизайн не менялся по-моему с самого начала С 1977 года У него есть куча поклонников Да? У этого дизайна Многие любители бездорожья покупают именно Ниву Потому что она... Ну реально она проходимая Она надежная Ее легко починить Но дизайн реально устарел Мы сейчас с Димоном попробуем выяснить Можно ли что-то сделать с этим дизайном? Конечно дизайнеры из нас так себе Но поменять его Да, мы попробуем что-то изменить И как-то обновить эту модель Сделать ну хоть что-то для нашей Нивы Да? Да! На самом деле, конечно Мы уже все сделали И сейчас вы увидите результат Результат находится Прямо вот здесь Под этой крышкой Да Здесь стоят Наши тюнинги Все наши машинки Не все вернее Ещё парочка там осталась Даже вот эта вот Да Лимонка наша Это наши машинки Которые мы мы нанговали Они нам очень нравятся Все наши тюнинги Если вы вдруг не видели еще То обязательно заходите на наш канал Там есть подробное видео об этих машинах и как мы их делали. Папа, ты же забыл еще один тюнинг. Ну ничего, пусть наши зрители зайдут на канал и увидят, какой тюнинг мы забыли. Да, я не знаю уже какой, не скажу тебе. Хорошо. Сейчас мы что сделаем? Мы попробуем выяснить. Впишется лениво, которую мы сделали, вот во все эти тюнинги. Удалось нам ее сделать крутой, красивой. Да, или она будет выбиваться из этой серии наших крутых тюнингов. Решать, конечно же, только вам. Будем ждать ваших комментариев и вашей реакции на эту Ниву. Кстати, сразу хочу сказать... Я ее уже вижу там. Да, Димон уже ее видит, да я тоже ее вижу, вот она стоит. Сразу хочу сказать, что это один из самых косячных проектов. Там много косяков, прошу вас на них сразу не обращать внимания, потом мы про них поговорим. Да. Но самое главное, фанаты Нивы, пожалуйста, не убейте нас на месте, потому что мы с Нивой кое-что сделали страшное. Мы ее занизили. Да. Это, наверное, самый большой страх всех любителей Нивы. Заниженная Нива. Ну и ничего, я думаю, найдутся и те, кому она понравится. Ну что, пришло время увидеть результат нашей работы? Да. Но я посмотрю ее первым. Да, Димон увидит ее первым. Три. Три. Два. Один. Стоп, 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 стоп. Давай ты сам откроешь и сам покажешь. Так, давайте, я очень волнуюсь, но Димон сделает это сам. Итак, три, два, один. Стоп, 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 стоп. Я начал, надо посмотреть, как она была сделана. Ну что же, приступим. Специально для этого проекта мы прикупили модель Нивы. Но Нива не простая, а Нива службы лесоохраны. Конечно же, начинаем мы с того, что просто разбираем нашу машинку. Все мелкие детали убираем в сторонку, чтобы их не потерять. Ну а с крупными начинаем работать. В первую очередь нам нужно избавиться от заводской краски. Для этого помещаем наш кузов в банку с растворителем. Вот такой результат мы получаем после обработки кузова растворителем. Как можно видеть, краска сошла практически вся, но на мелких деталях ее остается еще достаточно много. На некоторых моделях краска сходит легко и просто, на некоторых чуть сложнее. Конкретно в этом случае у нас получилось, ну, не очень. То есть краска сошла, но все-таки придется поработать еще руками. Я попробовал использовать обычный канцелярский нож, им в принципе получается довольно неплохо удалять в мелких зазорах краску, но все это очень долго и нудно, поэтому я решил использовать наш гравер. Вырезал круг из наждачной бумаги, закрепил его и им уже очищал кузов. Вот посмотрите, как выглядит неочищенная сторона, а вот так выглядит уже обработанная сторона, где я уже все подчистил наждачкой. Ну, а это уже итоговый результат, когда уже кузов полностью очищен. Прежде чем продолжать работу, стал один из самых главных вопросов. Это колеса. Исходя из того, какие будут колеса, нужно будет уже и дальнейшую работу проделывать. В частности, выпиливать арки или их не выпиливать, я не знаю, там поработать над нищим и так далее. У нас было два варианта. Первый вариант это колеса от Alfa Romeo, второй вариант это колеса от Peugeot. Лично мне изначально больше понравились диски от Alfa Romeo, они многоспицевые, у них очень стильный вид, они очень широкие и мне кажется, они очень подходят к нашей машине. Диски от Peugeot тоже смотрятся шикарно, но мне кажется, чуть проще и, как мне кажется, такие диски можно довольно часто встретить на улицах, реально на настоящих Нивах. А я хочу все-таки немножко, чтобы Нива была уникальной, поэтому выбираем диски от Alfa Romeo. После того, как сняли диски с Alfa Romeo, мы попробовали прикинуть их к кузову и стало понятно, что колеса очень широкие и очень большие и они просто не входят в кузов. Нам мешаются крепления дверей, из-за чего колеса просто нормально не двигаются, не вращаются. Поэтому тут есть два варианта, либо спиливать эти крепления дверей, либо расширять наши арки. Я принял решение, что мы будем делать второй вариант, то есть будем расширять наши арки, распиливать, а к тому же машину мы все равно изначально планировали немножко занизить. Поэтому пилим. Для того, чтобы расширить арки, также используем наш гравер с насадкой из наждачки, выпиливаем, делаем все подходящее по размеру под наши колеса. Следующий этап работы над машиной это создание фендеров. Для того, чтобы сделать широкие, реально широкие арки, нам нужно нанести кучу шпаклевки. Как удобнее нанести шпаклевку, чтобы потом все это было легче сделать, я подсмотрел на одном канале на ютюбе, можете посмотреть ссылочку в описании. Мне этот канал реально помог. Шпаклевки наносим достаточно много, чтобы потом это все спилить и придать форму. У меня получилось вот так. Целая куча шпаклевки, которая волнами и пузырями лежит на машине. Не знаю, как это происходит у других, но у меня получилось вот так. В первом варианте бампера заднего практически не было. Передний бампер был, ну так, еле-еле чуть-чуть я туда добавил шпаклевки. Ну и все. Начинаем стачивать, спиливать нашу шпаклевку наждачкой для того, чтобы придать уже окончательную форму нашему кузову. После долгой-долгой-долгой обработки наждачкой нашей шпаклевки у нас получился вот такой вот вариант. Это был первый вариант. Он был более простой, более аккуратный. Но мне показалось, что в передней части, ну то есть переднего бампера не хватает и, конечно же, не хватает заднего широкого бампера. И потом передний и задний бампер, они должны быть немножко вровень с порогами, да. То есть, чтобы машина была, ну, на одном уровне. А так получилось, на первом варианте у нас получилось, что морда и задняя часть, они как будто бы выше, как будто бы вверху торчат. И это было некрасиво. Поэтому наносим еще целую кучу шпаклевки и заново все начинаем пилить. И в итоге мы получаем вот такой вот прекрасный результат, на мой взгляд. Теперь у нас есть передний бампер, теперь у нас есть задний бампер. Все это вровень с порогами и лично мне пока все нравится. Посмотрим, что будет дальше. Ну а дальше нужно поработать над дном нашей машинки. Так как машина будет низкая, приходится спиливать все вровень с полом, да, чтобы, ну, с асфальтом, грубо говоря, чтобы там не осталось никаких деталей, которые бы нам мешали занизить машину. Размечаем, где будет находиться задняя ось колес. Отмечаем это все на нашей карте. И делаем вот такое вот интересное крепление. Также из такой же пластиковой карты. То есть вырезаем полоску. Сгибаем ее вот таким вот образом. Ну а затем приклеиваем и пропускаем туда нашу ось. Все держится, все крутится. На мой взгляд, способ простой, но при этом все работает так, как нужно. Так что я думаю, можно его использовать. Ну и завершающий этап нашей работы, это, конечно же, покраска. Для начала, перед покраской, весь кузов с нашими арками, со шпаклевкой, все это покрывается грунтовкой. Ждем, пока она высохнет. Ну и затем наносим уже краску. Конечно же, целую кучу работы мы опустили и не рассказали про нее. Ну а я думаю, это уже более мелкие детали, и они вам не важны. Поэтому давайте смотреть готовый результат. Ну что ж, а теперь можно продолжать. Три, два, один, пуск! Три, два, один, пуск! Три, два, один, пуск! Три, два, один, пуск! Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы вам все покажем Вы только что крупно видели все детали Я думаю и наши косички тоже уже увидели Но сейчас расскажем поподробнее о том, что мы сделали Да, я ее знаю как назвал? Да, кстати, Димон придумал название вообще жесть Я не знаю почему, но мы решили ее назвать так Ну-ка еще раз, как? Нивонос Нивонос, я не знаю почему так, но почему-то Нивонос Ну раз Димон решил так ее назвать, значит она у нас будет Нивонос А вот почему Нива, почему Нас и почему Я? Да, куча вопросов Короче, смотрите, для того, чтобы вам все показать Я сейчас сниму двери Двери открываются, нормально, все работает Там написано, вот там что-то Да, это я потом покажу Но просто для того, чтобы было удобнее показывать Дверки я сниму А так дверки рабочие и все круто Надо только болтики закрутить там снизу И все будет нормально Итак, смотрите Так, давайте двери уберем Чтобы они нам не мешались О, смотрите, все, у меня можно зайти Смотрите Мне кажется Во Ты, Шкода Давай, убирай Смотрите Мне кажется, без дверей Она выглядит еще даже как-то круче, да? Да, а тут, я знаю, что это Это карточка Да, здесь снизу карточка Раз Димон так хочет про это рассказать Я расскажу это Я просто клеил Тут, видите, дно отрезанное Поэтому пришлось карточкой как бы соединить дно Смотри, машина Раз уж заговорили про дно То вот тут вот сразу хочу вам показать Все дно у нас срезанное Да Потому что машина у нас получилась заниженная И нам вот это все мешало бы Вот на оригинальной Ниве Вы можете видеть там всякие детали Которые, ну, как у настоящей машины Они бы нам мешали Здесь мы это все срезали И для этого нам нужна вот эта вот пластина Которая держит наши днища Это карточка Да, карточка дисконтная Вот Что здесь сразу, если под днищу идти То, конечно же, мы в первую очередь видим колеса Огромные широкие колеса Которые мне очень-очень нравятся Да, с крутыми дисками Эти колеса у нас от Альфа Ромео От крутой тачки Альфа Ромео А, да, вспомнил Пришлось пожертвовать Но эти дисочки сюда подошли просто идеально Вот А чтобы они сюда подошли идеально Нам пришлось вот это все дело выпилить очень сильно кузов Вот И потом намазать целую кучу шпаклевки Вот Ну, раз уж мы перешли к шпаклевке Шпаклевка? Да, вот это вот все делается шпаклевкой автомобильной Первый раз я делал какую-то модель со шпаклевкой Как вы можете видеть У нас на всех других машинках такого нету Всегда мы обходились без этого И вот в этот раз я решил попробовать использовать шпаклевку Я вам скажу Это нифига не просто Приходится ее шлифовать, затирать, подрезать Ладно, у меня еще хоть этот есть Как его называют Дремель Ну, которым этим, как он Бормашина Которым можно все это подправить И как-то придать форму И с этой же шпаклевкой у меня возникла проблема Которую я не мог никак знать до этого Потому что, опять-таки, со шпаклевкой я не работал Как вы видите, вот здесь Краска Я не знаю, каким-то образом Там внутри она исчезает Я несколько слоев наношу Она все равно исчезает То есть получается, что она, наверное, впитывается В эту самую шпаклевку И остается только лак То есть машинка очень гладкая Ну, вот здесь, видите, пятна какие получились Это один из больших косяков Которые у нас на этой модели случились Вон, видишь пятна? Вот, следующий косяк Это, конечно же, сама вот эта шпаклевка Как я ее обработал И что я с ней сделал Тут всякие трещинки какие-то Вот здесь неровно все замазано Я все это вижу Так что, если вы будете писать в комментариях Что все криво То вы будете, конечно же, правы Но это наш первый опыт Я думаю, дальше будет все гораздо круче и интереснее Я смотрю, что тут с дверями нет Да, с дверями, я думаю, все нормально В остальном, что? Вот эти вот детали покрашены вручную Вот это вот черненьким Это я покрасил уже после того, как всю машину покрасил Вот здесь вот кисточкой нанес вот эти черные полоски Здесь решетка радиатора тоже покрашена вручную черным Ну и салон В салоне сиденья у нас красные Красные? Да И руль тоже А остальное все нет А остальное, вот эта вот сама панель приборов Она, как бы вам показать Вот так, наверное Она тоже покрашена в цвет кузова То есть такой перламутр И, по-моему, выглядит вообще круто То есть кузов как бы переходит на панель Смотри, бабочка У Димона тут бабочки получаются Пока я тюнингую машинку, он бабочки делает Вот, сама машинка, смотрите Она получилась низкая Но не прям Ну не прям, не вот бы пан Не такая вот посаженная, да? То есть она все равно немножко выше земли И мне кажется, это наоборот круто Это вот примерно как вот наша Гранта То есть Гранта тоже, хоть и низкая Но она пузом не скребет по асфальту Она нормально ездит по дорогам Так же и Нива у нас так же получилась Благодаря тому, что она вот такая вот Не совсем на пузе ездит Мы можем ездить по дорогам По дорогам общего пользования А если, ну это если говорить Как будто бы она в реальной жизни такая была А если говорить про наши Ну то, что она игрушечная То это нам позволит ее использовать в наших гонках Да Мы сможем запускать ее на нашем треке Ездит она абсолютно, абсолютно нормально Вот смотрите, как вы можете видеть Все круто у нее крутится и катается, да? Да Ну что, вот такая вот у нас получилась Нива Как Димон ее уже назвал Нива-нос, да? Да Двенки мы обязательно прикрутим Все будет у нас держаться, все будет круто Так, давай, мне сейчас интересно твое мнение Как ты считаешь, крутая у нас получилась Нива или не очень? Крутая Что тебе в ней понравилось больше всего? Диски Диски? Ну да, диски это единственное, что я не делал Диски я просто взял готовые И Димону понравились больше всего диски Ну а вы, зрители, напишите нам, пожалуйста, в комментариях Что вам понравилось в этой Ниве, а что вам не понравилось Или может быть вам вообще не понравилось? А ты же хотел еще спросить А может быть наоборот очень понравилось Да, а тебе вот, что тебе не понравилось в нашей Ниве? Мне не понравилось? Да, есть такая вещь, которая тебе не понравилась? Вещь? Ну что-то вот что-то Ну что ты сделал такие пары маленькие? Фары маленькие, ну фары здесь стоят родные Кстати, да, я ничего не менял Они такие маленькие, по задумке вообще У меня было вот здесь вот в капоте Ой, в бампере сделать еще дополнительные фары Ну просто это уже стало что-то слишком сложно Слишком долго, я не стал усложнять Возможно в следующем проекте мы подобное реализуем Да? Да Мне лично Мива понравилась Она реально на удивление получилась Прикольная, во многом, наверное, благодаря вот этому Цвету, цвет Какой-то перламутровый, я не знаю Морской волны, или какой он, бирюзовый, какой это цвет? Это бирюзовый Вот, бирюзовый цвет С металлическим таким перламутром И благодаря ему выглядит круто Еще мне понравилось, что Шпаклевкой можно придать реально Классную форму самому обычному Кузову Нивы, вот для сравнения Сравните, вот стоят две Нивы По-моему, разница очевидна, да? Это очень узкая такая А эта, смотрите, какая она крутая Лично мне она понравилась Представим, что в ней стоит прокачанный Супер турбовый движок Вы только представьте, как она валит по дорогам, да? Да Это, по-моему, просто огонь, да? А вы вспомнили вот эту тачку? Да, наш танк Да? Наш Да Что мне не нравится? Да, подожди, да я скажу, что мне не нравится Я же забыл совсем сказать Что тебе не нравится? Мне не нравится здесь руль Я не знаю, зачем, но я его взял и покрасил красным цветом И выглядит это жутко на самом деле Но, ну что делать? Может быть, среди вас есть кто-то, кто считает, что руль удался? Напишите нам, что думаете по поводу руля Чтобы тебя этот руль не смущал, покрасить еще и коробку передач Да, коробку передач я не красил Надо, наверное, тоже ее в красный цвет покрасить Вот, стекла не тонированные Потому что вообще изначально это задумывалось как стенс, да? Стиль, да, стенс Стенс, стенс, стенс Да Но не знаю, далеко это от стенса или не очень Получилась вот такая вот нива, которая называется теперь Нивонос Нивонос Не знаю почему, Нивонос Вот Ты все время, когда я говорю Нивонос, ты говоришь, не знаю, почему Ну, я не знаю, почему она называется Нивонос Потому что она похожа на нос Оцените, пожалуйста, вот такие наши тюнинги Ой Стоят рядом с нашей Нивой Как вы считаете, достойна она быть в нашей коллекции? Получилась у нас Нива крутая? Или все-таки не стоило нам тратить свое время на эту машину? Да, вот так вот сделаем Как будто бы зеркало на крыше, да? Да В следующем тюнинге наверняка у нас будет что-то подобное с шпаклевкой Я попробую сделать что-то еще Возможно, это будет стенс Да Но уже настоящий Стенс, 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 стенс Мы ждем ваших комментариев про эту Ниву Да, пусть они будут хорошими, пусть они будут плохими Короче говоря, мы хотим знать, что вы думаете про наш последний проект И обязательно поставьте этому видосику лайк Потому что ваши лайки помогают нам делать новые тюнинги, да? Да Это нас мотивирует Мы будем очень ждать ваших комментариев Ну, а на этом, наверное, на сегодня все А ты подписаешь нас на Рыжий Кот Багатый? Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить ничего интересного В том числе новые тюнинги Все, всем пар Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok